Лекция по Шимадбхагаватам, песня 3, глава 25, текст 23, прочитанная его божественной милостью Аче Бхактивидантой с вами Прабхупадой, 23 ноября 1974 года в Бомбее. Перевод Постоянно слушая повествование обо мне, Верховной Личности Бога, и прославляя меня, Саду не испытывает материальных страданий, ибо его ум всегда занят мыслями о моих играх и деяниях. Как правило, люди страдают. Нет никого в этом мире, занятых материальной деятельностью, кто мог бы смело сказать, я не страдаю. Есть такой? Я бросаю вызов каждому. Может ли кто-то сказать, что я не страдаю? Все неизбежно страдают. Почему на рекламе таблеток анацина сказано «болеутоляющие»? Потому что люди страдают. Не в этой стране, но в странах Запада, в Америке, человек как минимум дюжину таблеток каждый день пьет, чтобы ослабить свои страдания. Транквилизаторы и так далее. Их рекламируют, по крайней мере, снотворные. Вот потому что они более продвинутые. Мы менее продвинутые, поэтому мы довольствуемся только одной таблеткой анацином. Но они не удовлетворены одной таблеткой. Им нужны дюжины. Я видел это. Есть реклама такая в метро. Столько таблеток рекламируют. Страдания неизбежны. Каждый, у кого есть материальное тело, страдает. Это факт. Но глупые люди не могут этого понять. Они думают, у меня такое сильное, красивое тело. И он удовлетворен. Собака тоже удовлетворена. Она не понимает, что в теле собаки она страдает больше человека. В теле семьи животное существо страдает больше, чем в человеческом теле. Но все думают, я счастливый. Это называется майя. Иллюзией. Сходите в больницу. Человек лежит на больничной койке. И вы спрашиваете, ну как дела? Да, сегодня хорошо. Что значит хорошо? И может быть никого не страдающих. Это невозможно. Есть три вида страданий. Адхиатмика, адхибаутика, адхидаевика. Адхиатмика — это то, что касается тела и ума. Сегодня у меня голова болит. В спине боль. Я сегодня не в духе. Я с вами не могу говорить. Вот такие страдания называются адхиатмика. Они относятся к телу и уму. Есть страдания адхибаутика. Например, ночью собаки лают бестолку, и вы не можете спать. Это называется адхибаутика — страдания, вызываемые другими живыми существами. комарами, насекомыми, врагами. Например, некоторые из наших врагов. Они мешают этому храму. Это называется адхибаутика. И помимо этого, есть еще серьезные страдания. Есть также адхидаевика, какие-то несчастные случаи, которые вы не можете контролировать. Вы не можете контролировать никакие страдания. Это невозможно. Есть голод, есть эпидемии, отсутствие дождей, или чрезмерная жара, или чрезмерный холод. Это называется адхидайвиком. Землетрясение. Итак, это напоминание нам. Негодяи, ты думаешь, что ты очень счастлив в материальном мире. А что ты сделал по поводу этих страданий? Мудхи, они думают, это все нормально, неважно. Кроме того, есть очень серьезные страдания. Это рождение, смерть, старость и болезнь. О каком счастье вы говорите? Но поскольку мы очарованы майей, мы думаем, ну, хорошее положение. Давайте наслаждаться жизнью. В этом их наслаждение. Вивидха, многочисленные, множественные. Те, кто осознает Кришну, они не могут сказать, что они не страдают. Они страдают, но не настолько остро. Они знают. Поэтому мы начали говорить о признаках саду, титикшего, терпеливые. Все терпят. Человек вынужден терпеть. Но не нужно сравнивать терпение саду и терпение обычного человека. Это разные вещи. Саду не приходится так сильно терпеть, потому что саду знает, что он не тело. Есть песня одного бенгальского овощнава. Если вы понимаете должным образом, что я не тело, тогда, хотя страдание есть, вы не будете их так сильно ощущать. Хотя сейчас мы погружены в это тело, страдания тела. Они есть. Например, у вас есть машина, и произошла авария. Тот, кто слишком отождествляет себя с той машиной, считает, что это моя машина или я машина, он страдает больше. Но если человек знает, я не машина, ну хорошо, случилась авария, можно отремонтировать. Не важно. Это вопрос поглощенности в мыслях. Материалистичный человек, из-за того, что он подобен животному, он страдает больше. Что же касается преданных, как гласит Бхагавад-гита, Матра-спаршаста-контия-ситосна-сухадук-када, Агама-апайня-аниттья-танг-ти-тиххаса-бхарат. Кришна говорит Арджуне, материальные страдания подобны страданиям, вызываемым временами года. Летом мы также страдаем. И зимой мы тоже страдаем. Один и тот же объект, огонь летом доставляет страдания. Жар летом — это страдание. А зимой тот же огонь доставляет наслаждение. Точно так же вода зимой доставляет страдания, а летом она приятна. Та же вода, тот же огонь, иногда он причиняет страдания, иногда наслаждение. Но материя сама по себе та же самая. Почему все это происходит? Матра-спаршах — из-за соприкосновения с кожей. Поскольку у нас есть кожная болезнь для тела, поэтому мы страдаем. Поскольку мы стали таким невежественным, негодяем, отождествили себя с телом. Тридхатхуке — это мешок из трех элементов капхи, питху и вайо. Капхи, питху и вайо. Капхи, питху и вайо. Согласно Аюрведе, их называют тридхату, и тело состоит из материальных элементов, из капхи, питху и вайо. Садхик-калатра, дишу-бхо-май-джадхи, яттир-тхабудди, шалиле-накархичи, жанесу-абхигген, саява-гохар. Итак, чем больше мы отождествляем себя с телом, тем больше страданий. В наше время появились новые понятия национализм, коммунизм, столько всего, и страданий больше. В 1947 году в Калькутте во время индо-мусульманских столкновений мы видели еще больше страданий, потому что, когда человек думает, я индус, кто-то думает, я мусульманин. Но если человек продвигается в сознании Кришны, то он не будет страдать. Он не будет без толку сражаться, я индус, ты мусульманин, поэтому мы должны драться друг с другом. Нет, потому что, если оба они знают, я не тело, поэтому я не индус, не мусульманин, я вечный слуга Кришны. Откуда взяться этим конфликтом? Откуда страдания? Понимание недостает, потому что людей учат все больше сознавать свое тело, поэтому они страдают, их страдания растут. Если же вы ослабите эти телесные отождествления, то и страдания также ослабнут. Итак, те, кто сознает Кришну, здесь сказано, Мадгата Четаса. Найтана Мадгата Четаса. Мадгата, Богован говорит, те, кто всегда в уме своем думают, в сердце своем, Мадгата Четаса, они не страдают. Они не страдают, потому что знают, даже если я страдаю, это желание Кришны. Например, Кунти, они даже приветствуют страдания. Царица Кунти, когда Кришна приезжал, прощаясь с Кунти, Кунти сказала, Мой дорогой Кришна, когда нам со всех сторон отражали опасности, ты всегда был рядом с нами, как наш друг, как наш советник, сейчас мы в хорошем положении, у нас есть царство, у нас все наладилось, и ты уезжаешь в дворку? Нет, нет, это нехорошо. Лучше нам снова оказаться в этих страданиях, чтобы мы могли помнить тебя постоянно. Так что иногда преданный приветствует страдания, потому что это возможность для него помнить интенсивно неуклонно помнить о Кришне. Но так, когда преданный страдает, он думает, всем этим страданиям я обязан своим прошлым неправильным действием, поэтому я не так уж и много страдаю, я страдаю очень немного по милости Кришне. Поэтому не важно. В конце концов, все это в уме, страдания и наслаждения. А ум преданного, он обучен сознанию Кришны, поэтому ему нет дела до страданий. В этом разница между преданным и непреданным. по этому сказанным к примеру, прохлада Махараджи. Сколько он страдал? Пятилетний мальчик, а его отец подвергал его опасности. Иногда он бросал его под ноги с планом, иногда бросал его с горы, иногда он бросал его в кипящее масло, иногда к змеям. Но он молчал. Харидас Тхакур по рождению был мусульманином, и он стал очень хорошим, преданным и все время повторял Харе Кришну. В этом была его вина. И мусульманский Кази призвал его к себе, «Ты мусульманин, ты родился в такой благородной семье, мусульман, и ты повторяешь эту индуистскую Харе Кришна мантру, что это такое?» И тот смиренно ответил, «Мой дорогой господин, столько индусов, они также стали мусульманами, ну допустим, я стану индусом, что такого? Что плохого в этом?» Кази очень рассердился, «Ты так разговариваешь со мной? Ну хорошо». И он приказал наказать его ударами палок на 22 базарах. То есть, иными словами, его должны были убить. когда его били палками, в действительности, Чайтани Махапрабху подставил свою спину, и он не чувствовал никакой боли. И было много таких примеров, когда преданному приходилось испытывать много страданий, но для них это не было чем-то, каким-то суровым испытанием. Они терпели, и преданный умеет терпеть. Поэтому перечисление признаков садху начинается с титикшего коронника. Преданный страдает, но в то же время он очень добр к обусловленным душам. Он стремится их возвысить, дать им сознание Кришны. Это каронника. Это главное качество преданного. Люди подвергают им страданиям всевозможным, но преданный не перестает действовать, распространять сознание Кришны, чтобы другие могли стать счастливыми. Как, прохлада Махаража говорит, «Дорогой Господь, я не страдаю, потому что я знаю искусство обретения счастья». То же самое описывается здесь. Итак, прохлада Махаража говорит, «Я знаю, как стать счастливым». Как стать счастливым? Просто слушая о тебе и прославляя тебя. Шинванти катхаянти, например, здесь происходят две вещи. Вы слушайте, а я говорю. «Бодхаянтах параспарам». Бхаджан значит «Шинванти катхаянти». Шраванам киртанам вишну. Это бхаджан. Просто слушайте о Господе, говорите о Господе. Это бхаджан. И тогда вы можете развиваться дальше. Шраванам киртанам вишну. Шраванам киртанам совершается по всему миру. Кто-то слушает о каком-то политике, кто-то говорит о другом политике, еще о каком-то человеке важном в обществе. Шраванам киртанам совершается, но люди страдают. Однако когда Шраванам киртанам будет касаться вишну, тогда вы не будете страдать. Для этого нужен опыт, для этого нужно продвигаться. И затем Праглан Махарадж говорит, поскольку мой ум всегда погружен в разговоры о тебе, в слушание о тебе, поэтому я не являюсь несчастным. Я знаю, как стать счастливым. «Но ведь ты кажешься несчастным». И он говорит, «Да, я несчастен, потому что я вижу этих глупых люди лишь ради каких-то временных так называемых наслаждений, они заняты этой материальной деятельностью. Я лишь думаю о них, и из-за этого я несчастен». Во всем же остальном я счастлив. Так, предное служение, эта деятельность настолько прекрасна, что если мы практикуемся, если мы продвигаемся, даже в материальном мире, оставаясь в материальном мире, мы перестаем страдать. Это называется дживан-мукта. Дживан-мукта это тот, у кого еще есть тело, но он не страдает и не испытывает страданий тела. Это лишь вопрос погруженности сознания. Я читал в какой-то статье, что товарищ Сталин, лидер коммунистов, мы должны были сделать хирургическую операцию на брюшной полости, и врач хотел дать ему хлороформ, но тот сказал, нет необходимости, можете делать операцию. То есть даже в обычной жизни это возможно, поскольку ум погружен чем-то другим, даже хирургическая операция не беспокоит человека. Точно так же, что говорить о духовной жизни, если ваш ум всегда погружен в мысли о Кришне, сознание Кришны. Говорится «Мадгатачетаса» всегда думать о Кришне. Кришна советует, что «Всегда думай обо мне». Есть много примеров верим или не верим, это уже другой вопрос, но есть практические примеры. Вот эти юноши из Америки, из Европы, с детства, с рождения привыкали к плохим вещам. Они считали, что без этого жить невозможно. Что говорить об обычных людях? Я вам расскажу историю об очень известном человеке Маркизе Зетландском. Маркиз Зетландский разговаривал с одним из моих духовных братьев. Их называли лордами. И он спросил, вы можете сделать меня брамином? И мой духовный брат сказал, да, это не очень трудно. Если вы перестанете употреблять одурманивающие средства, вступать в незаконную половую жизнь, есть мясо, играть в азартные игры, избавьтесь от привычек, вы станете брамином. Кто сказал, это невозможно. Известный человек, сказал, это невозможно, это же наша жизнь. И мы это видели в странах Запада. Это их жизнь. Даже очень пожилые люди, они не могут от этого отказаться. Если этого не достает в их жизни, они очень сильно страдают. но здесь мы видим на практике эти юноши, девушки, они оставили все это и не страдают. Практический пример. Вот этого пожилого человека, очень уважаемого джентльмена попросили отказаться от этих четырех привычек, и он ответил, это невозможно. Как же это становится возможно для этих юношей? если бы они страдали из-за того, что не делали все это, не вступают в недозволенный сект, но употребляют дурманивающие средства эти юноши и девушки, как же они остались бы со мной? Я не богатый человек, я не могу дать им хорошего жилья, хорошей пищи. Но почему они остаются со мной? Потому что они, у них нет даже мебели, они лежат спят на полу, нет постели, красивая одежда. Они на самом деле не страдают, иначе бы они не остались со мной. Это факт. Если бы они страдали, как этот лорд Зетленд, они бы тоже сказали, нет, мы не сможем остаться с правопадой. Но они так не говорят. Они страдают также от болезней, но тем не менее они не уезжают, не уходят. Итак, сознание Кришны настолько прекрасно, мадгата. Они не чувствуют никаких страданий, это практический пример. Другие же чувствуют страдания, поэтому говорится, бибидас тапа наетан мадгата чета сава. Наетан поэтому мы должны принять это. Что? Кадасрая, катха, катха, кришна-катха, 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 есть столько писаний, особенно Бхагавад-гита. Они доступны каждому, все знают Бхагавад-гиту. Так, если мы просто слушаем Бхагавад-гиту, мы можем достичь этого уровня совершенства, избавления от страданий, это факт. Амбариши Махарадж, он был очень ответственным царем, императором мира. И он управлял своим царством. В то же время он был великим преданным этой примерой этой страны. Было много таких царей, их называли Раджарши, поэтому в Бхагавад-гите сказано Раджарши, хотя они были царями, тем не не они были великими святыми риши. Итак, Махараджа Амбариша был также Раджарши, хотя он был очень занят своей административной деятельностью, тем не менее, он говорил только о Кришне. всякий раз, когда он говорил, он говорил о Кришне. Для этого нужна практика. Чайтани Махапрабху советовал всем своим преданным граммя катха на кахибе. Это называется продвижением. Не нужно говорить всякую чепуху о материальных вещах. Какой смысл? Что вы получите? Например, мы раскрываем газеты, о чем мы там читаем? О том же самом. Какой-нибудь самолет упал, какой-нибудь политик критикует другого политика, кто-то что-то потерял, кто-то что-то обрел. Кунах Пунах Чарвито Чарвана нам о том же самом повторяют снова и снова по-разному. Какой смысл говорить о таких вещах? Лучше говорить о Кришне, если вы хотите говорить, говорите о Кришне, о Бхагавадгите, о Шимадхабхаватам и наслаждайтесь жизнью. Вот что необходимо. Если вы просто говорите о Кришне и слушаете о Кришне, тогда придет эта ступень, когда уже не будет страданий. Это это называется Анандамая в Веданта Сутре. Живое существо или Кришна это Анандамая. Когда вы испытываете трансцендентное блаженство, то всякая возможность материальных страданий исключена. это мучает этот стих. Есть также другое утверждение в Бхагавадгите. йоги на ма бхагави сарбисам мадхгата антаратмана. Есть много йогов, но тот йог, который думает о Кришне всегда, по моему мнению, он величайший йог. Не тот, кто чудеса показывает. Чудеса есть чудеса, но если он свободен от страданий, вот это величайшее чудо, и это может преданным. И Кришна также рекомендует это. Итак, это движение сознания Кришны распространяется лишь для этой цели. Для какой? Шримванти Катхаянти Ча. Когда слушая Кришне, говоря о Кришне, мы будем испытывать наслаждение, это знак того, что мы продвигаемся по пути освобождения. И тогда мы не будем испытывать никаких материальных страданий. Это практический результат совершения преданного служения. Спасибо.